сегодня попробуем разобраться с касанием то есть как определить коснулся наш человечек чего-то или нет добавим блок размер здесь size ну пусть будет 5 на 5 на 5 так цвет пусть будет синий материал пластик умолчание и к нему приделаем скрипт здесь на плюс нажимаем скрипт назовем это кубик нам нужно как-то к нему обращаться поэтому введем новую переменную скажем тем скрипт parent еще раз объясню может кто-то не может разобраться вот у нас есть деталь наша которую мы создали кубик на нашем рабочем поле его есть скрипт то есть скрипт вот видно даже да что он бы ниже по уровню находится от этой детали то есть она является его ребенком соответственно наоборот наша деталь является отцом ну или там матерью то есть родителям вот этого скрипта поэтому мы когда пишем вот акте равно скрипт parent это значит мы обращаемся к вот этой детали для которой написан скрипт ну и значит когда у нас происходит касание у нас осуществляется событие касания как это записывается то есть т по трогам событие вот это и раз событие пишется через точку в канал и здесь нам нужно присоединить процедуру которая будет выполняться тогда когда мы потрогаем вот этот блок можно назвать саша петел хоть как в принципе можно назвать но лучше называть так чтобы было понятно что это происходит как тогда когда мы потрогаем этот кубик поэтому напишем touch и у нас пока нет поэтому робокс подчеркивает и он таким такой чертой почему потому что этот перемен он не знает он не знаком чтобы познакомить робокс этой переменной нужно написать функцию function он touch ну и здесь пишется hit удар потроган и вот здесь полоска пропадает значит тут уже робокс понимать что сейчас что-то будет выполняться может даже ничего и так и еще одно событие есть когда заканчивается касание ты touch ended опять же connect при connect присоединить мы должны еще одну процедуру он touch end так и он зайвем здесь мы должны ее создать function on touch end ну вот здесь тоже теперь не подчеркнуто то есть мы должны теперь написать внутри этих процедур или функций то что должно случиться когда мы коснемся кубика ну пусть он у нас загорается значит t когда мы его коснемся он у него материал будет неон и когда мы перестаем его касаться мы должны вернуть назад пластик значит t материал 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 пластик ну вот посмотрим что у нас получилось тут у нас есть тест и и это происходит действие мы когда трогаем этот кубик вот он вспыхивает светом ну вот то есть мы трогаем он горит срабатывает срабатывает конечно так не очень хорошо через раз так скажем срабатывает ну это уж тут робокс что-то чудит так ну вот а теперь допустим немножко усложним задачу попробуем сделать панель такую чтобы у нас мы пошли вот этому по этой детальки и у нас каждый раз впереди образовывалась еще одна деталь то есть создавалась такая дорожка впереди нас для этого создадим сначала панельку кубик уходим пока размер 4 пусть будет больше 6 на 6 можно через кейл не важно как это два разных способа одного и того же вот у нас есть панелька так уходи значит теперь приделаем скрипт скрипт здесь у нас будет скрипт дорожка из предыдущего скрипта возьмем в принципе нам это все понадобится копирую ctrl c ctrl v вставляю немножко переделать надо панельку значит при касании вот этого кубика у нас мы должны создавать еще один не кубик а панельку еще одну такую же панель значит как это сделать пока это уберем чтобы закомментировать какую-то строчку нужно нажать вот так два раза меньше она зеленая становится и больше не участвует в программе нам нужно определить кто коснулся нашей панели вот этой напольной поэтому напишем local назовем переменную q равно тот кто использовал удар точи так пишется fin так покрупнее сделаю и кто гуманоид так эту перемену мы сохранили так сказать данные нашего человечка ну и теперь если если это гуманоид то есть если человечек вообще то есть можно было бы написать если гуманоид равно true но вот эта запись обозначает то же самое когда мы просто вот так напишем если гуманоид то тогда мы должны склонировать нашу вот эту панельку напишем то есть это клон вот этой нашей панели которую мы создали на рабочей столе рабочем пространстве а где она у нас должна быть т1 гуманоид workspace то есть здесь она у нас должна находиться ну и где находиться здесь мы обратимся к такому свойству которое называется c-frame то есть положение t1 c-frame будет равно тот который у нас уже был старой панельки p c-frame и тут нам нужно умножение потому что у нас каждый раз будет позиция перемещаться в сторону в ту которую мы будем прибавлять там x, y, z c-frame mu пусть оно ой пусть оно у нас по x будет прибавляться напишем 10 0 0 почему я p все время пишу t, 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 t1 так посмотрим что у нас получилось так мы вроде без ошибок написала вообще посмотрим так вот мы и касаемся и вот видите какой ужас получился то есть стоп у нас просто завалило этими панелями то есть нам нужно что-то такое предусмотреть чтобы у нас панелька один раз коснулись ее и больше не создавалось для этого создать темологическую перемену там d в начале она у нас будет false ой ну вот а когда мы коснемся нашего и она станет true то есть мы коснулись d равно ну вот а все вот это вот у нас происходить вот это действие будет когда когда у нас коснулся человечек и второе условие появляется d равно d равно false d равно false ну вот можно написать d равно false а можно написать not d это будет то же самое вот так not d а это убрать как угодно давайте оставим может быть так больше школьникам больше понятно значит у нас все вот это будет происходить в строении нашей панельки только когда когда у нас панельки коснется человечек и до этого он ее еще не касался посмотрим что получился получилось так готовься ну вот теперь все работает все как бы так как нам надо немножко неровно просто надо ну не 10 там 11 например вот у нас дорожка посмотрим красота так ну и что сделаем можно еще усложнить немножко так задачу во-первых тут исправить не 10 а скажем 12 пусть у нас когда мы создаем панельку она светится ну то есть как мы это сделаем P1 почему-то T1 материал равно и одно материал неон материал так а пусть когда проходит уже скажем ну там 10 секунд она гаснет но как нам сделать то получается нам не хватает переменных немножко то есть у нас есть T touch а вот T1 нету то есть во-первых напишем T1 когда у нас заканчивает уже касаться но она получается что она не определена потому что она определяется только вот здесь внутри функции и не доступна вот здесь за ее пределами ну поэтому сделаем такой ход определим здесь перемену T1 скрипт то есть такую же панельку определили и вот когда у нас заканчивается касание вот здесь мы должны подождать скажем 10 секунд и вот у этой T1 уже материал сделать пластик посмотрим что у нас получилось то вот фактически что мы добиваемся чтобы у нас сейчас создавалась дорожка светящаяся вот она у нас светится теперь смотрим повернемся назад и вот видно что свет тухнет то есть вперед светится назад видно что через 10 секунд у нас свечение пропадает но надеюсь все было понятно у каждого получится то что мы хотели на этом все стоп